На этой солнечно-детской площадке настроение сегодня тяжелое. В этот двор больше не выйдет и не поиграет с другими детьми их соседка. Никогда. Накануне вечером трехлетняя девочка упала из окна 12 этажа. Ребенок скончался на месте. Мы были дома с ребенком. Когда мы вышли на балкон, мы уже увидели результат. То есть ребенок лежал и рядом мама. Соответственно, полиция, реанимация. То есть было страшно. Ребенок остался дома один на какое-то время и подставил стул из балкона. Видно, перевесилась или как-то. И вот упала. По слухам говорят, что, возможно, оставшиеся дети звали ребенка, который был дома гулять. И, соответственно, поэтому упал. Но это только слухи. Каким образом трехлетний ребенок смог забраться на окно балкона, остается неясным. Одно понятно точно. В это время она была совсем одна. Без присмотра родителей. По предварительным данным, присматривавшая в этот день за девочкой ее родная тетя, оставила племянницу в квартире одну на непродолжительное время. Однако этого хватило, чтобы ребенок зашел на балкон, забрался на стол и перегнулся через балконные перила. Жена эта... Не знала она, чтобы на балкон будет дети смотреть. Малышка выпала с 12 этажа. Окна выходят во двор. Небольшой участок газона и маленький цветник. Сюда она приземлилась. Потрясенные случившимся соседи. И чудо приезда медиков пытались оказать девочке первую помощь. Шансов на жизнь с такой высоты у нее не было. Мы подбежали к этой девочке, которая уже лежит. Она была еще в сознании. То есть буквально она у нее прям белеет и белеет. И две минуты, естественно, глаза у нее закатываются, и она отключается. Семья, можно сказать, она как бы не русская, да? Ну, у них дети очень аккуратные, то есть чистые, постоянно такие. Но дело в том, что они постоянно гуляют одни. Увы, не редкость. Приоткрытое окно. Недосмотры родителей и считанные шаги до беды. Зачастую трагедии можно было бы избежать, если бы малышей не оставляли без присмотра. За последнюю неделю по всей России произошло 16 несчастных случаев. А в регионе с начала года из окон выпали 8 детей. Дело в том, что так называемые москитные сетки, которые устанавливаются в проемах окон, они таят в себе действительно серьезную опасность, которую дети и родители недооценивают. Для ребенка вот эта сетка, она создает иллюзию защищенности. Дети в силу своей природной любозательности подходят к окнам, выглядывают из окон, залазят на подоконники, ручками опираются на данную сетку и вываливаются из окна. 25 июня два маленьких ребенка выпали с балкона второго этажа в Старожилове. С травмами их доставили в больницу. А 21 июня полуторагодовала девочка выпала из окна Рязанской многоэтажки на улице Электрозаводская. Родителям повезло, что квартира располагалась на втором этаже. Но если дети и остаются живы, то полученные черепно-мозговые травмы могут привести к возжизненной инвалидности. Если ребенок у нас падает с высоты, как правило, первая травма – это черепно-мозговая. То есть это повреждение у нас костей черепа, перелом конечностей, перелом позвоночника может быть. Как правило, это требует достаточно длительного лечения в стационаре и имеет последствия для последующего здоровья ребенка. Часто падение с высоты случается у маленьких детей, то есть, как правило, в возрасте до 5 лет. Поэтому вся будущая жизнь очень сильно определяется той травмой, которая получена вследствие падения. Ежегодно в России, выпав из окна, погибают около 600 детей. Такова статистика. Во всех случаях, как и сегодня, дети, пусть и на несколько минут, но оставались без присмотра взрослых. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...